ребята всем привет сегодня настало время набивать кассеты высаживать проросшие семена сейчас мы готовим субстрат вот субстрат у нас вот такой вот ребята смотрите вот он очень хороший вот сзади описание его вот ребята состав этого субстрата вот можете почитать вот ребята я сделал такой вот субстрат здесь 50 процентов вот этого торфа в этом торфе есть известковая мука есть агроперлит вот видите белый комплексные минеральные удобрения и набор разных торфов здесь я добавил вот у меня мешок это чернозем прошлом году накопали яму для сливную и из глубины где-то метр двадцать метр тридцать вот эта вот земля здесь как бы нету корней растений семечек так что ничего прорастать не будет получается почва очень хорошая посмотрите сжимаете со всей силы и она должна вот так вот у вас рассыпаться для сверх острых сортов нежелательно чтобы она была более пористая почему потому что очень быстро будет разрастаться корневая система набивать ребята буду вот такие вот кассеты там у меня есть обзор этих кассет можете посмотреть ссылочку я оставлю под этим видео кассеты просто шикарно в этом году я буду их использовать просто бесподобные я говорю тысячи раз ребята бесподобные купите не пожалеете так набиваем эту кассету вот ребята субстратом набивать надо так чтобы она была немножко тузенькая потому что когда будете поливать вся почва уйдет вниз и семечка сама вылезет вверх поднимется так набиваем ее и будем высаживать проклюнувшиеся семена так сейчас я это снимать ребята дальше не буду как я набиваю это будет вам не интересно а уже покажу когда кассеты уже будут полностью набиты вот я ребята забил 18 кассет каждая кассета по 36 ячеек это получается 648 штук это 648 перцев будет у меня высажена вот ребята у меня стоят на проклевывание семена это вот поддоны для кассет это два поддона взял в один сложил судочки вот каждый судочек разделен на четыре части и в каждом каждой ячейке это определенный сорт здесь у меня в четырех поддончиках находится больше двухсот сортов острого перца сверх острого вот такие вот видите она уже начала проклевываться все сейчас будем высаживать вот смотрите какая скорость семян это прошло пять дней давайте я нара поближе поднесу вот только вот один крайний вот этот вот это сверх острые сорта каролина здесь такие два схожие вот смотрите остальные как как бы проклевывались и плохо проклевываются сорта ракота они очень долго просыпаются очень долго и точно так же потом долго прорастают с почвы могут до 20 дней сидеть и проклевываться точно так же до 15 дней вот такие ребята семена сейчас ребята я буду высаживать я использую можете взять там маркер чтобы кончик был тупой чтобы не был острый чтобы там не оставался воздух когда вы прикопаете присыпите землей и делаем небольшие углубления углубления они должны быть глубже одного сантиметра вот такие вот углубления земля обязательно должна быть немножко утрамбованная и вот берем семена уже проклюнувшиеся вот у меня такая пилочка на конце золотый кончик вот берем семечку если вам видно видите там проклюнулась вот такой хвостик как только появился надо нас сразу сажать вот и положили его аккуратненько и присыпали вот остальные то же самое берем но пока я не поливаю почву я вам сейчас расскажу что нужно будет делать да сложно конечно когда и снимать одновременно если все дела раскладывать вот семечко там и аккуратненько присыпаем ее так смотрите есть проволока обычных электрический провод вот такого цвета я его использую для того чтобы примера посадил я две штуки до 1 ячейка у меня осталась пустая я не знаю сажал я или нет я сюда беру семян с излишком десяток полтора десятка если примерно я в эту ячейку не посадил ничего вот номер номер два я сюда вставляю вот такую проволочку теперь даже если когда я беру кассету я уже вижу что одна ячейка пустая на ней ничего не посажено вот торчит вот такой красная проволочка и точно так же везде и потом я смотрю да номер два не хватает одной посмотрел да проклюнулась застал вытащил хоп все где проволочка торчит значит эти ячейки все пустые чтобы самим не запутаться потом не знаете посадили вы там не посадили ждете она ничего не сходит ребята после того как мы высадили проросшие семена нужно обязательно обеззаразить землю так как сверхострые сорта растут не в нашей климатической зоне они растут в мексике в индии там бедная почва глинистая и там нет таких патогенов которые есть у нас если вы не обеззараживаете землю вот семечка проклюнулась вы ее посадили все она там через 3-4 дня сгнила почему потому что у нас такой тут ассортимент всех грибков всякой гадости которая мгновенно повредает семечку и семечка не сгнивает я перепробовал сотни всевозможных препаратов народные средства народные средства вообще ничего не работает все таки ребята лучше пользоваться профессиональными препаратами это все кто занимается теплицами все пользуются этим препаратом привикура энерджи он борется с черной ножкой с корневой гнилью сложной мучнистой росой фитофтора просто просто супер действие этого препарата 14-15 дней после того как вы внесли вносить за сезон надо ну 2-3 раза в зависимости от вашей почвы вот сейчас я посадил семена высадил которые проклюнулись надо обязательно почву пролить сейчас я его пролью потом где-то дней через 15 слабеньким растворчиком еще раз пролью вот раствор на 2 литра воды 3 кубика 3 миллилитра раствора раствор довольно густой так что шприц довольно сложно набирается сейчас я разведу и полностью все ячейки пролью все ребята я развел раствор теперь начинаю проливать надо пролить полностью почву всю хорошо чтобы она пропиталась насквозь проливаем когда высаживаем высеваем семена и когда высаживаем рассаду и уже в вегетационном периоде чтобы ваши растения не болели перец вы сами знаете болеет очень сильно чтобы не было как говорится у вас танцев с бубном лучше конечно купить нормальный препарат и нормальными препаратами пользоваться потому что очень много видео в интернете всякие препараты рекламирует ну честно сказать я уже перепробовал в общем не знаю сразу хочу сказать вот это нормальная вещь посмотрите очень много видео обзоров этого препарата я не буду вам рассказывать что он там может что ничего не может посмотрите есть инструкция об этом препарате в интернете очень много информации так что можете почитать вот проливаем полностью чтобы водичка прошла насквозь и теперь сто процентов вы будете знать что никакая черная ножка уже вам не страшна это профессиональный препарат производство байер производство байер очень хорошая вещь ребята так что купите но единственный у него недостаток он очень дорогой хотя продаются маленькие пакетики там я не помню кажись по 100 миллилитров можете купить вам хватит если вас небольшое количество а если вы выращиваете очень много конечно не хочется когда это все дело погибает у вас когда начинается черная ножка или корневая гниль особенно этот препарат нужен сто процентов тем кто любит поливать сверх острый перец довольно часто потом у меня постоянно спрашивает что случилось почему осыпаются листья а в конце концов оказывается что они залили его и появилась корневая гниль и корни полностью сгнили так сейчас ребята пролью и потом дальше покажу все все кассеты по забивал выставил их понакрывал поддонами сверху этом году конечно у нас будет меньшее количество рассады так как с переездом огород не подготовлен единственное что я успел в прошлом году это привести два громадных взяла свежего куриного помета несли на огород перекопали ну еще ничего нету ни стоек ни к чему ни томаты подвязывать в общем этом году если мы все сделаем тогда уже будем сажать большее количество этот перца у меня выйдет пределах 900 штук томаты где-то 1300 1400 а так мы сажаем по несколько тысяч перца и несколько тысяч томатов так мы теперь оставляем все это дело на проклевывание как она прорастет и потом покажу вот ребята прошло 10 дней посмотрите то скоро перцы будет висеть смотрите что творится все по прорастала я попускала листья это у меня ребята остатки это то что плохо прорастает я потом уже до сажи вот и сверху острых же все вот тут один какой-то они этот сорт вот один сорт у меня еще не проклянулся все остальные ребята это не проклянулся покупные ну такой вот лес ребята а вот ребята пустые ячейки это семена которые покупал на этот год я взял 100 сортов раньше я брал постоянно в испании на селекционной станции раньше их брал 10 семечек 10 евро сейчас подорожало по 12 евро и то так они не продают а только продают а в этом родственники через них мы покупаем а в этот раз решил сэкономить и купить ребята по 3 евро германии у перцеводов ну и вот со 100 сортов которых я купил проклюнула столько процентов 20 и то там такие чаморочные что вот видео с крайне вот одна даже две семечки проклюнулась смотрите это мои перцы пересеянные которые пересеваю через каждые два года у меня все повсходило а это вот такая вот фигня хотя пишет что свежий ну в общем жадный как говорится платит дважды всего больше заказывать там не буду прошло 4 дня с момента когда семена проросли еще некоторые он проросает крючочки выходят и смотрите как интересно у них уже появляется ребята смотрите первые настоящие листочки всего четыре дня прошло вот видите хотя раньше у меня они сидели где-то еще неделю как только вышли пересеянные листья недельку полторы сидят потом только появляется первые настоящие листочки это быстрее всего мне кажется от обработки препаратом но смотрите вот только я меня температура сейчас вам покажу будет видно надеюсь или нет сейчас посмотрим как она на радостнике плохо видно вот так 28 нравится ребят это привык кура энерджи энерджи там припишется что он стимулирует рост рассады вот видите только проклюнулась несколько даже я показываю вам по прошествии четырех дней вчера они тоже были такие же точно да будем экспериментировать будем пробовать вот ребята прошло 27 дней вот такая вот у меня рассада здесь имеет декоративные сорта вот этот маленькие все это декоративные низкорослые вот это вот высокорослые идут у меня вот тоже низкорослые и все тоже высокорослые так ребята у меня растет рассада ну тебе осталось только ждать момента пикировки пропикируем рассаду потом уже покажу вам дальше как она будет выглядеть такие вот красавцы